Добрый день! Вы продолжаете задавать мне вопросы, а я продолжаю на них отвечать. Итак, первый вопрос. Как можно лечить внешний геморрой? Ну, давайте сначала разберемся с понятием. То, что наружные геморроидальные узлы располагаются вокруг заднего прохода, состоят из коварнозной ткани, которая располагается подкожно. И при воспалении наружных узлов, а именно при тромбозе, узлы увеличиваются в размеры и начинают мешать. При этом вы можете испытывать дискомфорт, боль в области заднего прохода, зуд и со временем отмечать, что нижнее белье пачкается кишечным выделяемым. И это является показанием для удаления наружных узлов. Единственный способ, который существует на сегодняшний день, это операция, а именно иссечение наружного компонента. Которая может выполняться в амбулаторных условиях подместной анестезией. Второй вопрос. А если пока нет геморроя, но страдаю запором? И периодически выделяется кровь без боли. Как можно предотвратить геморрой и не заболеть им? Я уже неоднократно писала о провоцирующих факторах геморроидальной болезни. И один из них как раз нарушение дефекации, то есть запор. Если вы хотя бы однажды отметили выделение крови во время дефекации, к сожалению, это уже геморроидальная болезнь. Поэтому в данной ситуации говорить о предотвращении ее нецелесообразно. Геморрой уже есть. И основная цель на сегодняшний день – это нормализовать деятельность желудочно-кишечного тракта. То есть ликвидировать запор как провоцирующий фактор. Что же касается профилактики геморроя, то в первую очередь это нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта, устранение запора и соблюдение негиены после дефекации. Обо всем этом я подробно описывала в своих статьях на своем сайте. Как только вы отметили выделение крови во время дефекации, необходимо сразу обратиться к проктологу. Потому что под геморроидальной болезнью могут маскироваться другие заболевания. А какие это заболевания, я уже об этом вам рассказывала. Ссылка на видео вот здесь. Продолжайте задавать мне вопросы, и я буду на них отвечать. Всего хорошего!